Вечер будет добрым. Слова имеют волшебную силу, как скажешь, так и будет. Думаете, почему? Все чаще сейчас говорят, что кризиса нет. Многие верят. Но экономить все равно придется. Так принято. Но выбор, как и на чем, остается с нами. Сегодня будет интересное предложение. Ведь это нарядная пятница. И с вами я, Оксана Иваева. А пока о других темах выпуска. Благословенен праздник. Мусульмане всего мира отмечают Курбан-Байрам. Сколько еще ждать? Несмотря на погожий сентябрь, пермики надеются на скорейшее появление тепла в квартирах. Тратим с умом. Разбираемся, как можно экономить, не обделяя себя. За парты только после курса молодого бойца. Все больше пермских школ обретают собственное лицо. Евгений Онегин и Чулпан Хаматова. Пермская пилармония открыла 80-й сезон. Мусульмане всего мира отмечают Курбан-Байрам. На этой неделе произносят особые молитвы, читают проповеди, устраивают торжественное жертвоприношение. Звучат традиционные приветствия и пожелания мира. Курбан-Байрам считается одним из самых важных праздников в исламе. Представителей второй по величине конфессии в Пермском крае поздравил глава региона Виктор Басаргин. Курбан-Байрам – главный праздник в исламе. По словам верующих, это время, когда щедрость и бескорыстная помощь ближнему должны стать правилом жизни для каждого мусульманина. Губернатор края Виктор Басаргин встретился с представителями Пермской конфессии. Взаимное понимание, хорошее отношение и в то же время ваша поддержка – это много стоит именно для спокойной жизни в Пермском крае, но и у нас в России. С совместными усилиями на сегодняшний день очень хорошее отношение на местах с органами власти. Сегодняшний день они помогают нам в разных вопросах. Вот эти взаимоотношения, они очень важны для нас. Сегодня выстроено четкое взаимопонимание между властью и представителями духовного мира. За этот год уже построены три мечети. Отреставрирована соборная мечеть, а также состоялся межрегиональный форум мусульманской культуры. В октябре наш край посетит верховный муфти России Талгат Таджудин для проведения церемонии освещения закладки первого камня в основании новой мечети на улице Крылова. Сегодня очень многое делают наши традиционные конфессии для того, чтобы был стабильный диалог между нашими конфессиями и чтобы была стабильность межнациональных отношений. Основные праздничные торжества пройдут в краевой столице 27 сентября в парке Горького. В программе выступления национальных творческих коллективов, конкурсы, дегустации национальных блюд. Главной звездой праздника станет специальный гость из Казани, исполнитель национальных песен Илья Схаликов. В сентябре в этом году к пермякам оказался необычайно благосклонным. Нас даже побаловало солнышко после аномально холодного лета. Однако осень есть осень. Ночные температуры высокими не назовешь даже с натяжкой. Даже самые небольшие дожди с ветром делают климат в наших домах, мягко говоря, не самым приятным. Батареи, между тем, в большинстве квартир по-прежнему холодные. Мы ждем тепла. А когда его дадут, все еще большой вопрос. Здесь как было, по нынам, так и есть. Это остаточное с дома давление. Ничего не меняется, говорит слесарь Александр Загуляев, осматривая подвальное помещение одной из пермских многоэтажек. Со дня на день нужно будет подавать тепло в дом. А сделать это невозможно. Система не заполнена. Хотя в теории ресурсоснабжающая организация должна была сделать это еще несколько недель назад. День недели назад они мне сказали, что у них трасса заполнена. Я повесил объявление и решил заполнить дом. В трассе пусто. Звоню им, они говорят, у нас типа все заполнено. Я приглашаю, они смотрят, воды нет. Да, действительно, у нас там где-то порыв. Из-за таких порывов на теплосетях ресурсоснабжающие организации без тепла могут остаться. Сразу несколько домов, которые по всем документам к отопительному сезону полностью готовы. Как, например, 36-й дом на Комсомольском проспекте. Раскопки производятся на Луначарского 51. Раскопают, пермская сетевая компания, закопают. И так три раза уже. Вот за последние буквально, ну, несколько месяцев. Буквально там, может, недели три-две. Как закопали, раскопали. И на время проведения таких раскопок люди периодически остаются без горячей, а то и холодной воды. Сейчас же под угрозой начала отопительного сезона. Как в этом доме, так и в соседнем. На Луначарского 65. Пермская сетевая компания, значит, на наш дом по улице Луначарского 65, я думаю, что она просто не реагирует. Мы хотели бы, чтобы руководство пермской сетевой компании обратило на наш дом внимание, так как два-три раза в год у нас постоянно трубы. Этот участок ПСК разрывает три раза в год, меняет по 20-30 сантиметров. Почему нельзя все сделать за раз, говорят жильцы? Почему нельзя поменять трубу целиком? Логика ремонтников для многих остается непонятной. В случае, если все останется как и прежде, жильцы планируют обратиться в инспекцию жилнадзора, прокуратуру и другие надзорные органы с жалобой на ресурсонабжающую организацию. Если с отсутствием горячей воды хоть как-то можно мириться, то терпеть отсутствие тепла не будет никто. Ритя Сбарауско с Дмитрием Икрюков, телекомпания «Ветта». В последнее время все чаще поднимается вопрос о мерах дополнительной поддержки населения. Государство стремится не оставить людей в беде в нелегкое время. Однако помощь отдельно взятому человеку может выражаться не только в адресных субсидиях и льготах, но и в мерах по поддержанию на плаву предприятий, на которых работают люди. Об этом далее. Несмотря на расхожую фразу «кризис» в время возможности, удержать свою компанию на плаву сегодня бывает непросто. Первыми турбулентность в экономике начинают ощущать малый и средний бизнес. Дмитрий Белый – руководитель завода по изготовлению арматурной сетки. Помощь в виде субсидии, которую предлагает государство, в это время как никогда кстати, рассказывает предприниматель. Нам это очень помогло. Благодаря этому предприятие гораздо быстрее прошло. Первый год своей жизни пережило детские болезни. Я думаю, что если бы этой поддержки мы не получили, я думаю, лишний год-полтора бы мы на это потратили. Тот платеж, который мы получили от государства, мы использовали на пополнение оборотных средств. В связи с чем достаточно успешно вошли в строительный сезон. Полученные деньги потратили на сырье, и, как показало время, это был правильный выбор. Сегодня с их помощью строятся новые жилые дома, объекты инфраструктуры и мосты. Благодаря субсидированию молодая компания вышла на большой рынок. У нее серьезные планы. Уже в ноябре этого года собираются открыть производство тяжелых сеток, очень востребованных рынком. В каком векторе двигаться компанией «Спецгаз Деталь» руководитель долго не думал. В век новых технологий было решено приобрести современную технику. Два современных токарных станка сыграли серьезную роль в производстве. Сократилось время изготовления деталей. Производительность выросла почти в два раза. Позволило нам сохранить в такие тяжелые времена тэпы роста нашего предприятия, выйти на новый качественный уровень, перебнести инструмент современный, освоить новые технологии металлообработки. Ну и как итогов снижение себестоимости производства и сохранение цен на уровне 2014 года. Поддержка предпринимателей – одна из главных задач сегодня, говорит заместитель главы администрации Перми. Малый и средний бизнес – это движущая сила экономики. В 2014 году на предоставление субсидий малому и среднему бизнесу в Перми было выделено более 16 миллионов рублей. В эту сумму входят муниципальные, региональные и федеральные средства. В прошлом году 12 предпринимателей получили субсидии из бюджета для развития своих производств. В этом году также мы ожидаем не меньшего количества субсидий и, разумеется, заинтересованы в том, чтобы они повлекли за собой приобретение основных средств, повлекли за собой открытие новых бизнесов. Сумма субсидий колеблется от 300 тысяч до миллиона рублей. Подать заявку на получение финансовой поддержки можно с 25 сентября по 9 октября. В первую очередь субсидии рассчитаны на бизнес в сфере производства, здравоохранения, дошкольного образования. С необходимыми условиями можно ознакомиться на сайте администрации либо в Департаменте экономики и промышленной политики администрации города Перми. Станислав Шубин, Татьяна Александрова, Тимофей Салов, телекомпания «Ветта». Экономить не значит отказывать себе в чем-то, утверждают эксперты. Просто тратить нужно с умом. Как научиться этому? Как покупать качественные товары и получать качественные услуги за меньшие деньги? Всю неделю мы исследовали этот вопрос. На чем экономить можно и нужно, а на чем ни в коем случае? Выводы у Рити Собараускаса. Копейка рубль бережет. Сегодня эта поговорка становится как никогда актуальна и даже приобретает некий инвестиционный окрас. Лично я знаю несколько семей, которые по этому принципу живут уже не первый год. И приходя домой, каждый из членов семьи скидывает в общую копилку всю мелочь, накопившуюся в карманах за день. Раз в год они опустошают кубышку и накопленную сумму, которая иногда достигает 30-40 тысяч рублей, тратит исключительно на зарубежные поездки. Между тем, именно на отдыхе и поездках в дальние зарубежья сегодня люди стали экономить в первую очередь, утверждают эксперты. Подтверждает это и наш опрос. Можно сэкономить. Ну, на одежде может немного можно. Поездки какие-то ограничить. На излишествах на каких-нибудь. На путешествиях, допустим, можно сэкономить. На еде можно сэкономить. Ну, допустим, отказаться от деликатесов каких-либо. Не знаю, от икры, допустим, каждый день, чтобы ее не есть. Мясо каждый день не есть. Покупать мясо у знакомых, которые сами разводят. Вот только что считать излишествами в еде. И отказавшись от мяса в пользу, например, грибов, вряд ли получится сильно сэкономить. Зато наверняка получится потратить меньше, если при покупке продуктов в супермаркете немного оглядеться. Магазин – это коммерческое предприятие. И все там подтверждено науке, маркетингу. Значит, есть полки, которые называются золотыми, на уровне наших глаз, где выставлен самый дорогой товар. Выше наших глаз товар чуть более дешевый. И ниже уровня колен находится товар, который такой же качественный, но по цене дешевле. Используя такой нехитрый прием, можно легко пополнить свой рацион полезными продуктами и при этом сэкономить. Тем более, что отказывая себе в необходимых и жизненно важных ингредиентах, мы подвергаем свой организм стрессу, что в конечном итоге может привести к значительно большим тратам уже на лекарства. Кризис влияет на многие аспекты жизнедеятельности человека. То есть повышается риск развития заболеваний сердечно-сосудистой системы, заболеваний органов пищеварения, сахарного диабета. И очень важно соблюдать очень простые правила. То есть правильное рациональное питание и лечебная физкультура. То есть эти простые правила, которые помогут держать свой уровень жизни, качество в жизни на хорошей планке. Всего должно быть в меру, говорят врачи. Главное – гармония. С ними согласны и специалисты в области финансов. Первое есть правило в управлении финансами – сначала затратить себе. Что это значит? Что нужно часть своих доходов отложить. Ну там примерно 5-10% как минимум отложить на то, чтобы сформировать. Первое – это резервный фонд свой. В том случае, если вас, например, уволят с работы или будет какая-то там ситуация. И второе – отложить на будущее, на инвестиции. И ни в коем случае нельзя экономить на образовании. Саморазвитие и личностный рост должны быть постоянными, заверяют эксперты. Зато сэкономить можно на покупке квартиры. Я бы, наверное, посоветовал не покупать, не гнаться за квадратными метрами. То есть понять условно, что тебе нужно искать такую квартиру, которая соответствует твоим потребностям. Если тебе нужна двухкомнатная квартира, может быть, нет смысла покупать 65 метров, а купить, например, 57 метров. Потому что 7 метров в общем объеме квартиры, оно как такового результата не даст. То есть ты их даже по факту не заметишь. Ну или как вариант покупать не в центре, например. Есть хорошие районы, немного отдаленные, менее развитые. Но там тоже строят хорошее, качественное жилье. Отказываться от чего-либо и экономить – две большие разницы, говорят эксперты. Если в первом случае в погоне за сохранением средств человек сам себя подвергает стрессу, то во втором – все с точностью да наоборот. Главное правило – не совершать спонтанных покупок, приобретая первое, что попало под руку. Скорее всего, немного оглядевшись, получится найти более дешевый вариант, который нисколько не будет уступать первоначальному. Ритя Сбарауско с Андреем Соловьев, телекомпания «Ветта». В общем, как мы убедились, экономить можно и нужно. Экономить на чем угодно, но только не на своем здоровье. Ведь если им пренебрегать, то может так случиться, что все, что вы, правильно на ваш взгляд, распоряжаясь своим бюджетом, сумели накопить, будет тратить уже кто-то другой. Но так ли обязательно покупать самые дорогие лекарства, медицинские услуги и посещать самых дорогих врачей? Или здесь тоже можно сэкономить? Поговорим об этом с нашим сегодняшним гостем, директором центра «Элкомед», врачом-ортодонтом, кандидатом медицинских наук Еленой Колобовой. Елена Борисовна, скажите, пожалуйста, можно ли неэкономить на своем здоровье, все-таки как-то немножко сэкономить, ну, на лечении где-то? Я думаю, что экономить лучше начинать до начала лечения и заниматься профилактикой, не пренебрегать диспансеризацией. Каких врачей лучше не игнорировать? Вот визиты, к кому нужно обязательно ходить? Что это за врачи? Взрослым лучше, конечно, необходимо посещать и кардиолога обязательно, гинеколога и стоматолога. Вот в стоматологии профилактика здесь, какой должна быть? Сколько вообще раз нужно посещать стоматолога? Стоматолога рекомендуют посещать не менее двух раз в год. Сколько стоит что? Посещение, профилактический осмотр стоматолога, который тебе скажет, что у тебя все хорошо и сделает чистку аппаратную, да? И дальше пойдем, сколько стоит кариес и так далее, так далее, и так далее, и более серьезные проблемы. Чтобы понять наглядно, сколько мы сэкономим. Профилактические осмотры стоимость составляет в среднем полторы-две тысячи за посещение. Лечение кариеса... Это вместе с чисткой зубов? Лечение кариеса может вам обойтись и в три тысячи рублей. А лечение осложненного кариеса цена варьирует от пяти и выше тысяч рублей. За один зуб? За один зуб. То есть это достаточно дорого. Поэтому лучше начать заботиться о своем здоровье, не доводя до осложненного кариеса и потери зубов. А тут уж вообще, да, не говорим о протезировании? Тут цены совершенно другие. То есть ортопедические услуги протезирования может стоимость составлять в среднем 15-20 тысяч рублей, а дентальная имплантация – 32-35 тысяч рублей за один зуб. Елена Борисовна, скажите, а вот выбирать клинику государственную, куда идти по медицинскому полису, или частную, вот это вопрос экономии? Это вопрос выбора пациента. Сейчас очень много частных клиник работает с полисом ОМС, которые аккредитованы Минздравом Российской Федерации, и предоставляют такие же качественные, доступные услуги с полисом ОМС, как и терапевтическое лечение, хирургическое лечение, и лечение зубов у детей. То есть я могу прийти в частную клинику с полисом и ничего не заплатить? Да. Собственно, так же, как государство. То есть это ваш выбор. Необходимо каждому решить, где он будет лечиться, в каком учреждении, у какого лечащего врача. Может быть, сделать выбор между тремя-четырьмя клиниками. То есть, как нам советовали, в принципе, бизнес-тренеры, то, что изучить рынок, прежде чем выбирать услугу. И здесь это тоже работает. И это здесь тоже работает, да. Существуют дорогие импортные препараты. Они реально лучше, чем отечественные аналоги, которые стоят порой не на один порядок дешевле. Вот в интернете сейчас есть целые таблицы, да, вот это заменяет, это, это заменяет, это. Оно действительно адекватно? Не всегда. Я думаю, что в каждом конкретном случае нужно решать со своим лечащим врачом. Он и порекомендует вам, и даст вам этот выбор. И вы уже будете сами решать, какой для вас более подходит. Интернету здесь лучше не верить. В интернет лучше за советами и за лечением не обращаться. Получается, что медицина – это та область, где тоже можно экономить, не экономя, повторюсь, на своем здоровье и не пренебрегая им. Самое главное – это не пренебрегать профилактикой и ответственно и правильно подходить с умом к выбору лечебного учреждения, лечащего врача. И не обязательно иметь много денег, чтобы быть здоровым. Спасибо огромное, Елена Борисовна, за ваше интересное предложение. Похоже, 1 сентября может остаться днем знаний лишь с сугубо формальной точки зрения. В последние дни довольно широко стала обсуждаться тема с плавающим графиком начала учебного процесса. Пока на самом высшем уровне на этот счет идут дискуссии, некоторые классы 105-й школы уже перенесли первые уроки на конец сентября. Однако не следует считать, что ребята отдыхали дольше, нежели их сверстники. Просто первые недели учебного года школьники проходили курс молодого бойца. Уже традиционно день знаний в 105-й школе начинается не первого числа. В почти 10 лет учреждение профилируется как школа до профессиональной полицейской и правовой подготовки. Первые 4 сентябрьских недели ребята проходят непривычно для других школьников. Курс молодого бойца. И только после этого садятся за парты. На те, кто заслужил благодарность, будут отмечены. Те, кому есть к чему стремиться, тоже будут знать, что им необходимо дальше делать, чтобы быть достойными своих старших товарищей. Но, тем не менее, сегодня торжественное вхождение в новый учебный год. На торжественной линейке школьники устроили показательную реконструкцию исторических событий и представили выступление почетного караула. Гости мероприятия отметили. С такими познаниями хоть сейчас родине служить. Сами же ученики говорят, такие дисциплины помогают преодолевать и школьные трудности. Мне очень здесь нравится. Здесь дисциплина очень строгая. Физическая подготовка, строевая подготовка очень. Это очень все помогает. Ты сам по себе становишься таким дисциплинированным. Кроме военных навыков и почти армейской дисциплины, 105-й школе теперь можно похвастать и новыми предметами. Кроме общеобразовательных уроков в расписании в этом году появятся и такие дисциплины, как маркетинг и экономика. С нового учебного года это образовательное учреждение теперь носит название «Школа бизнеса и предпринимательства». Мне очень важно, чтобы у каждой школы было собственное лицо. Мы привыкли к тому, что у нас очень мир разнообразный и очень много пространства для выбора. Нам бы хотелось, чтобы наши школы имели такой же спектр, такое же огромное поле для выбора, чтобы ребята могли выбирать не только учебные предметы, все привыкли к языковым школам, математическим. А нам бы хотелось, чтобы было больше разнообразия. В городском департаменте образования объяснили, главная цель – это профнаправленность. Важно, чтобы уже сейчас ребята смогли себя попробовать в разных направлениях, чтобы в будущем по окончанию школы не было трудностей в выборе профессий. Татьяна Александрова, Иван Ворончихин, телекомпания «Ветта». Со школы помню лозунг от значка ГТО к олимпийской медали. Кстати, сегодня он вновь становится популярным. Но путь к мировым спортивным пьедесталам начинается еще раньше. В Кировском районе, например, своими первыми серьезными спортивными наградами могут похвастать малыши из детских садов. И неважно, станут ли они в будущем именитыми спортсменами, но со здоровым образом жизни точно должны подружиться. Подробности у Андрея Голдырева. Для юного Глеба это первое серьезное соревнование. Мальчику всего 6 лет, и это его первая победа. Рассказывает, что к состязаниям долго и упорно готовился. Я на тренировку ходил, чтобы быстро бегать, в садике занимались. На районных соревнованиях юный бегун собрались десятки детей из всех дошкольных учреждений Кировского района. Для ребят это пока что-то вроде игры, но именно на таких мероприятиях зарождаются будущие звезды. Екатерина Карачева, например, свои первые победы завоевала тоже в детском саду. А сейчас девушка уже неоднократный победитель и призер районных соревнований. В том числе по легкой атлетике «Золотая осень». Но главное свершение, уверена Екатерина, впереди. Планы на будущее наполеоновские. Я буду дальше продолжать заниматься, опланирую попасть в сборную России. Кировский район вообще район спортивный. Местные власти и депутаты создают здесь все необходимые условия. Строятся спортплощадки, открываются стадионы, организуются спортивные праздники. Но самое главное – это иметь желание, говорит депутат Пермско-городской думы Арсен Балквадзе. Если ребенок с детства, его родители, воспитатели, тренера, его приучили к спорту, он полюбил спорт, он его будет любить всю жизнь. А тут важно уже нам, как депутатам, как взрослым, создавать условия для занятия. А для того, чтобы привлечь детей к спорту, в том числе проводят здесь такие праздники, как «Юный бегун» и «Золотая осень». Учителя отмечают, что дети с радостью принимают участие в подобных соревнованиях. Я считаю, что эти соревнования для детей очень такие полезные, радостные, они ждут их, они хотят попасть в команду. Такие события – большая радость и для болельщиков. Чтобы поддержать своих одноклассников и просто друзей по школе, здесь на трибунах собрались сотни ребят. И даже несмотря на непогоду и дождь, никто не расходится, а продолжает болеть за свою школу. А ведь именно на таких стартах рождаются будущие чемпионы. Коих Кировский район воспитал немало. Один из таких – бронзовый призер Олимпийских игр в Пекине Максим Дылдин. И кто знает, может совсем скоро в один ряд с его именем и других знаменитых земляков встанут имена малышей, которые сегодня получили свои первые награды. Андрей Голдрев, Евгений Гилёв, Андрей Соловьёв, телекомпания «Ветта». Всё проходит, а искусство – вечно. Духовной пищей тоже надо себя баловать. Богатые предложения будут сделаны нам в этом году, юбилейном для Пермской филармонии. Ей уж 80. Онегин был, по мнению многих судей, решительных и строгих, учёный малый, но педант. Имел он счастливый талант, без промедления в разговоре коснуться до всего слегка, с учёным видом знатока хранить молчание в важном споре и возбуждать улыбки дам огнём нежданных эпиграм. Пушкинская энциклопедия в прочтении Чулпан Хаматовой. В 80-й сезон Пермской филармонии открывается музыкально-литературной композицией Евгений Онегин. За музыкальную часть программы одноимённой оперы Чайковского отвечает Тимфонический оркестр Татарстана под управлением Александра Сладковского. Поскольку в России год литературный, поэтому выбор пал на бессмертное произведение Пушкина. Но почему Хаматова, которая всерьёз занимается благотворительной деятельностью и чей рабочий график расписан на годы вперёд, согласилась на участие в проекте? Чем у нас трагичнее жизненный опыт, личностный, любовный может быть. Каждый раз он прочитывается по-новому, и это удивительное, конечно, свойство этого произведения. Отметим, что именно в Перми состоялся премьерный показ Евгения Онегина. Такой вот подарок на свой день рождения зрителю преподнесла Пермская филармония. В этом году ей 80, но это не единственная её круглая дата. 30 лет исполняется Оркестру русских народных инструментов филармонии. За годы жизни из обычного студенческого коллектива он превратился в серьёзный оркестр достойного уровня, коллектив которого находится в постоянном творческом поиске. Вот и на этот раз уже в октябре нам представят две абсолютно новые, уникальные концертные программы. Первый состоится 4 октября на сцене органного зала. Мы готовим большую, серьёзную, красивую программу для цимбал с оркестром. Этот инструмент, вот я живу в городе 25 лет, я не помню, чтобы этот инструмент звучал в Перми. Инструмент очень интересный, у него очень большие возможности. Солист будет из Германии. Четвёртый десяток отмечает и Уральский государственный камерный хор филармонии. Это её настоящая гордость. Он успешно выступает на многих музыкальных площадках мира. У хора также планов на юбилейный год множество. 10 лет отпразднует и международный органный фестиваль. Здесь тоже не обойдётся без сюрпризов. Мы нашли свистуна в Германии. Значит, органы-свистун, видимо, будут кульминацией. Особенностью какой-то будет действительно художественный свист вместе с органом. То есть как один из голосов, который присоединится к множеству голосов органа. Год от года деятельность филармонии только набирает обороты. Так она одной из первых в России начала бесплатные видеотрансляции своих концертов. Коллектив филармонии занимается открытием и поддержкой молодых талантов. Все фестивали, которые она проводит, сохранены. В том числе благодаря губернатору Пермского края Виктору Басаргину, по заданию которого в регионе поддерживаются творческие инициативы, любительские и профессиональные. Ну а ещё одним её достижением можно назвать тот факт, что Владимир Спиваков на Пермском фестивале своего имени обещал впервые за много лет взять в руки скрипку. Так что юбилейный год в музыкальном плане действительно должен получиться незаурядным. Полина Рифова, Владислав Рашидов, телекомпания «Ветта». Когда мы молоды, красивы и здоровы, мы редко задумываемся о том, что ждёт нас в старости. Пенсия. Кажется, что она ещё так далеко. Молодёжь до 35. Вообще считают, что с наступлением пенсионного возраста жизнь заканчивается. Но те, кто его достиг, уверяют, что это совсем не так. Наконец-то появляется свободное время, которое можно с удовольствием тратить, на какие-то увлечения, путешествовать, наконец. Только вот хватит ли на это пособия, гарантированного нам государством? И не лучше ли уже сегодня начать заботиться о том, на что мы будем жить в интересном возрасте? Как копить деньги? Складывать их в банку трёхлитровую? Или вкладывать в то, что со временем станет дороже и гарантирует нам обеспеченную старость? Попробуем изучить этот вопрос на следующей неделе. И в следующую пятницу сделаем вам интересное предложение. Про любовь тоже будет. В интересном возрасте только любить. Сегодня тоже можно. Пятница же нарядная. Хорошего вечера. Завтра в Перми ожидается пасмурная дождливая погода. Ветер западный 3 метра в секунду. Атмосферное давление в пределах нормы. Температура воздуха 14-16 градусов тепла. Продолжение следует... Продолжение следует...